В конце этой недели можно выделить лишь одно важное событие – это католическое Рождество. В связи с этим рабочая неделя является сокращенной. Цены на нефть по-прежнему в центре внимания, а на российском рынке все вдобавок пристально следят за динамикой рубля. В США в этом году страна будет отдыхать не только в Рождество, но и на следующий день после него. Потому рынки открыты только до среды. Причем, как это обычно бывает, объем торгов очень слабый. В США и Европе вообще не будет никаких публикаций, а в Азии в четверг выйдет протокол заседания Банка Японии и выступит с речью его глава Харухи Кокурода. А в пятницу Япония представит отчеты по инфляции, статистику с рынка труда и данные по промышленному производству и розничной торговле. Мы рассмотрим поподробнее ситуацию с инфляцией в стране восходящего солнца. Аналитики ожидают увидеть замедление темпов роста потребительских цен в ноябрьском отчете до 2,5% в годовом исчислении. В предыдущем докладе, опубликованном в октябре, сообщалось о росте показателей на 2,9%, что также оказалось медленнее данных за сентябрь на уровне 3,2%. Экономисты в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 3%. Сентябрьский спад был уже третьим месячным замедлением подряд. Инфляция без учета свежих продуктов питания, индикатор для которого Банк Японии установил целевой показатель в 2%, в середине осени составило 2,9% в годовом выражении, против 3% в сентябре. Снижение темпов инфляции является следствием падения цен на нефть, а также слабого внутреннего спроса. Несмотря на это, глава японского Центробанка Харухи Кокуроду уверен, что индикатор в следующем финансовом году сможет достичь целевого уровня в 2%. Регулятор, в свою очередь, продолжит стимулирование роста цен. Это был экономический календарь от компании Инстафорекс. Всего вам хорошего.